У нас Юрий Давыдов, президент футбольного клуба «Старко» и организатор фестиваля «Артфутбол», который на этом стадионе «Спартаковец» пройдет совсем скоро. Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, немножко о том, что это такое. Ну, вот на этом очень уютном, очень классном я сегодня специально приехал посмотреть. Мы здесь, конечно, не первый раз, но стадион сделали еще лучше, еще краше, еще приятнее на нем играть. То есть мы даже все матчи перенесли сюда, то есть каждый день, начиная с 28 по 5 июня, здесь будет по 4 матча проходить. Вот, и я думаю, что это очень интересное мероприятие. Тут приют такие команды, как сборная Англии, Аргентины, Германии, Голландии, Италии, Кореи, Ирана. То есть вся карта мира здесь, даже Турция, несмотря на сложности политических отношений, все-таки решили приехать и поддержать, и поучаствовать в чемпионате, и, так сказать, и поддержать все наши благотворительные программы, которые в рамках чемпионата делаются. Что еще нового? Значит, каждый день здесь будут, кроме матча, будут дискотеки, будут небольшие концерты. То есть мы хотим, чтобы на эти 8 дней стадион «Спартаковец» стал главным городком нашего фестиваля. И надеемся, что люди откликнутся, и что им понравится, и что будут ходить, и будут ждать следующего. Нам очень интересно, кого ждать в составе российской сборной, и кто представит нашу команду артистов. Значит, мы сегодня опубликовали наш состав, значит, среди, ну, из самых известных артистов. Это Илья Вербух, это Эдгард Запашный, это Сергей Минаев, это Виктор Зинчук, это Пьер Нарцисс, это ребята из «Квартета И» Росислав Хаид и Алексей Барац, это киноактеры Илья Глиников из «Интернов», да, Глеб, который это из сериала «80», Александр Якин, Дмитрий Белатерковцев. Вот, значит, в каждой команде могут играть два ветерана футбола знаменитых, да, значит, за нас будут играть Руслан Нигматуллин, Сергей Киряков. Руслан Нигматуллин тоже может считаться артистом, мне кажется. Да, да, он сейчас в движении, но все равно, если человек был на контракте, вот, он у нас идет за профессионала. Вот, в других командах тоже будут, ну, помимо Завесастрады будут такие люди, ну, например, за Аргентину будет играть Бракамонте, да. Ух ты! Реально все уже летит. Отлично, Брака приедет снова в Россию. Это здорово, фестиваль арт-футбол на стадионе «Спартак» с 28 мая начинается. Юрий Николаевич, спасибо большое, удачи вам в проведении. Значит, сборная России, первый матч группы, 28-го в 20.00 мы играем с Эстонией, 30-го в 20.00 мы играем с Венгрией, и 1-го мы в 20.00 играем со Словенией. Приходите, будем болеть вместе за сборную России среди артистов. Последняя, последняя, да. В 13-м году мы заняли 4-е место, в 14-м 3-е, в 15-м 2-е, ну, в 16-м... Все построили арифметическую прогрессию сейчас. Спасибо, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!